Всем привет, друзья! Вы на канале Шок Топ, и в этом видео вы узнаете несколько отличий американцев от русских. Американские девушки вряд ли будут наряжаться только для того, чтобы пойти в магазин. Американцы не присаживаются на дорожку. Русские произносят длинные и замысловатые тосты. Американцы ограничиваются простыми фразами типа «За Новый Год» или просто «Чирс!» Что-то вроде «За здоровье!» В США не существует культа и культуры анекдотов. В США есть сауны при каждом приличном спортзале, но нет банной культуры. Американец вряд ли поймет, о чем идет речь, если ему сказать «С легким паром!» Даже если ему буквально перевести эту фразу. Поздравлять с выходом из сауны? А зачем? В США фраза «How are you?» – это не вопрос, а приветствие, на которую положено отвечать кратко. «Fine! Good!» или «Great!» В русскоязычной культуре на вопрос «Как дела?» отвечают по существу. В США улыбаются незнакомцам. Это знак нейтральной доброжелательности. В России улыбаются только тем, с кем устанавливается дружественный контакт. Нейтралитет – это ноль эмоций на лице. В США главный праздник в году – Рождество. В России – Новый год. В Америке елки выкидывают уже 26 декабря. К Новому году они не относятся. Русские любят старые советские мультфильмы. Причем некоторые из них имеют культовый статус. Например, «Ну погоди» или «Бременские музыканты». В США нет такого общенационального культора ретро-мультиков. Русские называют незнакомых женщин «девушка», вне зависимости от возраста. Официантка, кассирша, миссистра и прочее. Это все девушки. В США говорят «мисс» или «мэм», сокращение от «мадам». Русские любят бесконечные посиделки за едой, за кухонным или праздничным столом. Качественное времяпровождение – это еда и сердечные разговоры. Американцы считают сигареты дурной привычкой и в массе своей относятся к курению с крайним неодобрением. В США курят маргиналы и недавно приехавшие иммигранты. В США культура выпивки сильно отличается от русской. Американцы предпочитают вина, крепкий алкоголь гораздо меньше распространен. Американцы редко напиваются в хлам на людях. Исключение – молодежные вечеринки с танцами до упаду, свадьбы, Новый год в Лас-Вегасе и так далее. Русское застолье – это не только повод поесть. Это обряд – праздник жизни, поэтому готовится гораздо больше, чем надо. И на стол выставляется все, что есть в доме хорошего. Классическая американская вечеринка – это куча бутылок с разными винами и всевозможные закуски. Оливки, сыры, тарталетки и дипы – густые соусы для обмакивания чипсов. Идея самим готовить на большую вечеринку – это что-то дикое для американцев. Они лучше закажут еду в ресторане или всей компанией пойдут в ресторан. Для русских абсолютная норма – жить с родителями. У американцев это встречается гораздо реже. Русские крайне подозрительно относятся к незнакомцам. Но если между вами состоялся хотя бы 10-минутный душевный разговор и контакт налажен, тут вступает в силу закон русского гостеприимства и щедрой души. Американцы могут годами дружить, но не приглашать к себе домой. В США есть традиция «мне надо, я и решаю проблему». Это касается всего – чистоты перед собственным домом, лавочки в любимом парке, выборов мэра, школьных комитетов и прочее. В России принято ждать, когда проблему решат власти. В США глубоко и массово верующая страна. Церковь играет огромную роль в жизни подавляющего большинства американцев. Россия придерживается бытовой религии, да и то лишь в самые важные моменты – рождение, свайбы, похороны. Американские религиозные институты – это сеть, наподобие интернета. В России – это вертикаль. В России дефицит условно-хороших мужчин. В США – условно-хороших женщин. Женщина, хорошо говорящая по-английски, моментально найдет себе бойфренда. А в России – ухоженный и более-менее успешный мужчина с гарантией не останется без подруги. В США не принято надевать одну и ту же одежду два дня подряд. Мыться положено каждый день. В России это относится только к элите и хипстерам. В России большое значение придаётся внешним признакам богатства. Фирменным сумкам, дорогим часам, машинам, шубам, ювелирным украшениям и прочему. Если человек хочет, чтобы его уважали, он должен создать витрину. В США миллионеры в пятом поколении ходят в самой обычной одежде и ездят на самых обычных машинах. Внешние признаки статуса таковы. А. Район, в котором ты живёшь. Б. Физическая форма. В США есть проблема расизма, но практически отсутствует национализм. Американский расизм выглядит так. Афроамериканцы и латинос в массе по определению считаются менее успешными, чем белые и азиаты. Им меньше доверяют. Белые и азиаты не особо хотят жить там, где слишком большой процент чёрных или латинос. Об этом не особо принято говорить, но это так. Какая у тебя конкретная национальность, в Америке никого не волнует. В России существует именно национальная проблема, и она имеет совершенно другой вектор. Это боязнь агрессии со стороны понаехавших. А к представителям других рас отношения вполне доброжелательные. В США есть чувство ответственности за судьбы мира. Типа «Мы должны предотвратить» или «Мы не потерпим» или «США не могут молчать, когда…» Классическое мессианство, выросшее из протестантства. Сюда же относятся и вечные покаяния за грехи мира. Если в Руанде будет геноцид, кто-то из американцев будет каяться, что вот недосмотрели. России глубоко плевать на Руанду, но она вечно борется за свой статус в глазах гипотетических иностранцев. США за статус вообще не борются, им плевать, как на них смотрят иностранцы. Главное – это привести мир к некому идеалу. А точнее, к своему идеалу. А какие различия знаете вы, друзья? Напишите мне об этом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok